приветствую вас на канале а с модой play сегодня мы продолжаем игру мастин сайт зверь внутри прошлой главе мы бегали по подземелью в этой главе надеюсь мы уже выйдем на поверхность глава 9 поиски злоумышленника обратились кошмаром м утверждает что я пропадал в лесу 6 часов что еще хуже кто-то вломился в мой кабинет и украл телеграммы погнавшись за вором я раскрыл ужасную правду советы за нами давно следят им известно все каждая мелочь чем дальше тем запутание мне нужно мне уже начинает казаться что николас совсем не был сумасшедший за каждым шагом тоже кто-то следил как вы поняли по игре за нами тоже следили мы еще когда приехать не успели нас уже ждали стояли фотографировали тоже не папарацци и так кто же тот кто нас фотографировал если это советы значит вы получается в опасности ну со стороны американцев а если это наш батя который наверно помер и помогал нам выручал нас так что давайте посмотрим где я вообще я на дне какого-то колодца как мне отсюда выбраться ну да трупа к тебе привязан здорово не скучно правда с ними поболтаешь башки то нету так берем нож и что же мы отрежем свою руку или его вот проблема то так и решим у руку вот она его часть 1 только там себе надо было нового отрезать чужаку руку так покидаем камнями глава 9 выбраться из колодца так и дать камнями так фонари кстати мы можем взять фонарик так нет но зато мы можем взять камни так и вот так примерно есть ладно мы отошли это вы так больше по голове вы ну давай хватайся и полезно и выше и выше и выше и выше здесь вам не равнина здесь климат другой идут вам так таска сейчас сломается вот тебе и ловили одна за другой первая ловила пошла до высоцкий был бы все ты не так мобка блин одна ошибка одна ошибка и ты труп ну хотя я поднялся то невысоко всего лишь что оказалось могло пойти не так оказал все могло пойти не так одна ошибка и ты труп вот тебе и высота вот тебе и незначительная высота так ладно мы не отчаиваемся и не сдаемся мы идем только вперед да и так давай прогружайся вас ждут великие дела так что известно каждая мелочь каждая мелочь так надеюсь мне руку заново пилить не придется так отвратительно нет берем камень и сразу кидаем и ползем раз два три четыре руки шире ноги шире так то говорят что из колодца звезды видно что-то не видно нифига мест полечка не вис и так и выбрались ботинком не получу по морде и еще чуть-чуть еще че-то давай перекидывай свою задницу и так только без головы за нами то не лезь и так смеркалась это чем ключи от машины от тачки нет нет это который мы видим на экране от другой быстро снял оперфилд вернуться домой вернуться дом а ух ты кстати так нам туда наверно надо для начала мы же посмотрим на одном то чем тоже рубить или мы с прошлого сезона уже там все взяли у нас матч это там был если вы помните или тут в дровах новый надо искать якобы нас разоружили закрыта алку тоже не берет ну давайте посмотрим возможно у нас остался матчат остался смотрите-ка у нас его не забрали это очень мило с их стороны бежим бежим понимают это все предметы у нас остались несколько далеко я дома далеко я помню ты хорошо бежал давай тут пока дорога до будем идти прямо я один надеюсь хлюпаю здесь пойти одна зона нужно поскорее к ней вернуться я ее в лесу увидел так нам точно сюда давай куда-то вот как я не люблю вот этот вот вот так у нас здесь ничего здесь что ничего прыг до скок пока никто за нами не бежит ладно так даже веселее это чё фонарь фонарь указывать нам сюда что-то сомневаюсь что нам сюда надо ну ладно раз уж побежали так побежали посмотрим что здесь у нас здесь бродит маньяка я оставил жену диндул надеюсь что с ней все хорошо надейся кстати вроде бы я правильно бегу а вон он мой домик вон он ну давай меня маньяк не догоняет господи я думал вот это из-за угла выскочил беседка а 5 сзади дома вот я спереди моя машина машина шерифа кстати у меня ключи были давайте посмотрим может это ключи с машины разберусь потом я вообще-то хотел сейчас посмотреть жена то чем жена дома эмма куда она подевалась поговорить сэммы давайте я тут все оставлял кстати ну чё ты отношал света нет м а ты где подвали нет где ты м а м а или бенни раба где ты понять ничего наверху и меня ждешь моя лапочка моя рыбонька я бегу к тебе так нам здесь уже когда-то было страшно нет не помню м плодовки я выбирался отсюда вроде если помню да так закрыта пока не говори что ты тварь на чередаке там ждешь мне если думаете что я плохо обращаюсь с этой женой то зря выйдите буквы как она в первой части издевалась надо мной когда заключали я ходил искал все перерыва они оказываются в машине вот она ты и чё ты стоишь эмма он снова приходил на этот раз погоди что с тобой стрисклось а сама-то по кладбищу чуть бегала то я поскользнулся и упал в ручей все в порядке он вернулся понимаешь он сегодня как не за это спокойно и телефон не работает главное что он не причинил тебе вреда но он мог смотри что я нашла что ты там нашла да да я почитаю посмотрю ух ты так это ты в молодости божьим прости нельзя было оставлять тебя аду встретился с шерифом он нет мы разминулись на нашел телеграммы и представь себе дневника который я тебе рассказывал дневник дневник николаса с его помощью я смогу их расшифровать осталось только найти недостающие страницы и тогда опять ты за свое нас хотят убить а тебя волнует только работа почему ты совсем не думаешь обо мне и нашим ребенке я думаю постоянно тогда придумай как обеспечить нашу безопасность сейчас же скоро все закончится обещаю все нормально успокойся дыши вдох выдох вдох выдох вот блин опять мне голову вынесла просто он или теперь почему я так не обращался я мог себя на взводе и успокоиться нужно узнать чем счастью кучей этого машина у меня так эти вот сюжет придумывал я сразу хотел в машину заглянуть не хотела с женой разговаривать но как в доме может покажи морду хотя бы это открываем сначала смотрим документ он так и успел написать тот доклад тот же человек что превратил нашу жизнь в ад отправил в мир иной вот же черт тут говорится о тех же событиях которых николас писался в дневнике выходит он ничего не придумал и не приукрасил жаль что я узнал об этих легендах только после приезда дополнительный комментарий у дома семьи стивенсов довольно колоритная история в 50-х годах 90 19 века практически неподалеку произошел несчастный случай как минимум несколько человек пропало примерно в тех же местах когда было найдено тело одного из пропавших обвинения пали на некого джейкоба хайда совладельца шахты жившего именно в этом доме тела других пропавших нашли лишь спустя много лет из-за чего эти места с тех пор погружать множество мрачных легенд убийца так и не был задержан номер дата сотрудник имя заявителя эмма стивенцов а так это моя жена дата время происшествие незаконное проникновение жилищно так подробности происшествия вторник так пассейский участок поступил звонок эмма стивенцов сообщила что пока ее мужа не было дома неизвестный злоумышленник проник на территорию дом и проколол шин автомобиля мистера и миссис стивенсон предпринятые действия прибыл на место происшествия в 1703 после предварительного осмотра я могу с уверенностью подтвердить что шин автомобиля мистера и миссис стивенсон действительно были проколоты острым предметом отпечатки обуви на грязи говорили о том что вероятно преступником был мужчина я поговорю со владельцем и продолжу осмотр после чего изложу свои выводы в докладе так хорошо вот так зажигалка совет и ну-ка давай зачем он хранил эту зажигалку это вообще был настоящий полицейский или просто ряженный шериф но я же говорил совет они везде и ты мог бы тоже советом бардачок так но сначала заднее сиденье естественно так поднимаем упади-ка понятой не коврик так что это конце 19 века семья хайдов юридически изменила фамилию на сеянство чтобы перестать быть причастны к обвинениям против джейкоба хайда что я что должен поверить что мы хайды одна семья бред полнейший мне бы рассказали такие подробности нашей биографии тогда рассказали бы будь это правда и это неправда а хинея выдуманный шерифом ему хотел меня подставить залезть мне в голову он вообще шериф я не понимаю что происходит ну найди у него там ствол где-нибудь что-нибудь значит полиция подозревала джейкоба хайда в убийстве джона нортона а сына хайда николаса отправили в психиатрическую лечебницу в своем дневнике он упоминал о десяти годах вдали от дома выходит все это время он проходил лечение эту статуя выглядит знакомо но я никак не припомню где я видел точно где-то в доме да я в шкафу я видел в шкафу вроде дополнительные комментарии в ходе обыска поместья хайда в шериф и его помощников обнаружили тайную комнату над кабинетом в этом темном помещении лежал несовершеннолетний сын джейкоба николас он свежился на полу и ни на что не реагировал устали установить контакт с ним не удалось возможно он впал ступор в результате жесточайшего обращения юный хайд был помещен под присмотр психиатров которые определяют направление его лечения шериф выдал ордер на поимку находившийся в бегах джейкоба хайда награда составляла 500 долларов господи какие мелочи сентябрь 54 дает так чарльз имя заявителя адрес дата место происшествия убийства подробности происшествия ночь суббота на сентября в офисе шерифа в этом поступило сообщение от уборщика гостиницы халенд инн чарльза грэдди мистер грэдди сообщил о раненем мужчине пришедшим в гостиницу предпринятые действия прибыв на место происшествия ниже подписавшийся помощник шериф дэниел плетт констатировал смерть упомянутого выше мужчину умершим оказался джон нортон попавший две недели назад смерть наступила от потери крови мужчина был нанесен так мужчине был нанесен удар острым предметом вероятно ножом в область шеи удар пришелся в артерию также на теле были обнаружены множественные порезы рваные раны и ожоги некоторые успели частично зажить в ходе осмотра места происшествия было установлено что мужчина добрался до хайлэндс-илл по лесной дороге из поместья на другой стороне реки поместное принадлежит владельцу шахты и этой гостиницы джейкобу хайду подозреваемого дома не оказалось судя по всему покинул поместья в спешке настоящая тайна преступлений в блэкстоне в конце 19 века хайду сменили фамилию и стали стивенсами дабы не ассоциировать себя с джейкобом хайдом ну понятно сейчас смотрит где-нибудь там из кустов чудовище так я видел это в комнате где вот она она так ну-ка записки нет ну давайте в кабинете тогда посмотрим да это у нас кабинете вот здесь вот он ты должна быть здесь осталось только часть текста невидимая как мне и прочитать разгадать загадку рядом с камином от тепла этот тип наподобие так ну-ка читать ночью грянувшие днем обдумают в тени скрыто свет раскроет понятно это как лимонная кислота написано тоже пока утюгом не пройдешься не увидишь так что где у нас камин камин вот окна мне не обязательно же камень свечка сойдет мне надо что-то тепленько нет я не имею ввиду горячий кофе одеяло нет мне надо огонь пламя утюг 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 так если там написано было правда рядом с камином это надо делать так разгадать загадку рядом с камином а это не камин вообще был нет ну вот камин тоже либо графитом замазать следы так цифры так ну-ка давайте-ка назад маленько записки от козет у нас тысячи 895 500 а фотографии все стоит вверх так но мы сделали в 1823 что у нас это изменилось пока где у нас письмо от маму счет так это чем за пергамент шире так это не тот инструкция так это записка с угрозами шифрована телеграмма фотография м мы записка из лагеря заметка наблюдения за и мы так записка из шкафчика николас прятал часть надписи нужно разобраться как ее прочитать ночью грянувшие дню обдумает ночью грянувшие днем обдувать в тени скрыто свет раскроет а рядом с камин иисус указывает на врата ада не понимаю да и не хочу понимать что он на картины показывать гатт из а я должен что-то сюда поставить что-ли что ты мне покажешь ну ладно все вот это что ты мне хочешь показать сюда что-то вставить надо и что тебе туда вставить ну как что туда можно вставить давайте подумаем у камина у камина свете свете си так если нам камин не поможет ну смотрите она может помочь свет как в прошлый раз лампа ади у нас лампа вода господин даже подсвечена ничего у нас тут а вот красная 1864 а.д. и чего 1864 а.д. так чего где хрустло а вот так похоже эти даты каждый относится какой-то букве так так 1773 1773 c. 1773 c. 1773 c. 1773 c. 5753 c. 1773 c. 1793 c. 1774 c. 1778 c. 1795 c. 17 II That day так c это у нас я вышла восемнадцать двадцать три м 1823 так е москве еще и мы как м м м где у нас м давай что-то управление так сколько надо тебя уже забыл первое ей 1823 вот так вот наверно так ну-ка давайте-ка запишем сразу все 1410 так все записываем записываем 1410 равно 130 сколько-то 7 что ли д 1791 966 и ладно так 1410 так 1410 так и 13 1307 д ё-моё так 13 0 сколько-то 07 эгоист 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 но это по-любому должна быть с давайте попробуем с эгоист эгоизм эгоизм эгоист так 966 ай так 966 а из м мне не угадал не там не там эгоизм а нет может и угадал я уж не помню бинго здорово придумано николас открываем открывай давай всем интересно что-то это непростая павликушка похожего можно куда-то вставить вот она чё в руке не хватало на держи ухты потайная комната никто они не знают а я знаю что это за проект это место что значит все эти слова символы так читать давайте лжицы воры убийцы фальсификаторы монстры садисты он и я нет ничего увлекательнее чем ухода на опасную дичь мы оба видели через дыру в стене что отец сделал с той дамой с какой дамой а ну кстати баба нас какая-то гоняла там было такое у всех кого я встречал есть два лица одно человеческое другое звериное вообще-то да как в жизни в лицо улыбаются спину плюют зарплату не дают на дайте подушкой киева вот так вот и письмецов конверте положу читаем мужчина в маске теперь я знаю кто он такой вот ты знаешь а мы то чё кого-то там счет на папа так открыть дверь в дом принесло подожди божий отец написал запирал николаса в темной комнате и морально издевался над ним хорошо что он был не один но почему другом мальчики так мало написано тут же не указано его имя я столько раз извинялся но отец говорил что без наказания ничего не пойму я все спрашивал папа зачем ты делаешь мне больно он покраснел от злости и сказал зачем ты продолжаешь делать больно нам нет ничего хуже темноты ненавижу ее меня больше ничто так не пугает я не знаю в чем ошибся на этот раз может ни в чем может ошибкой было мое рождение дома отец хочет от меня избавиться но потому не потому что я сделал что-то не так делаю не в самом не самом он просто не хочет чтобы я был в его жизни я ему мешаю в чем еще может быть причина в том что я забрал его карандаш который пишу когда через щели проходит хоть немного света я правда не знаю мне приснилось что я носился по гостинице голыми кричал на гостей как безумец они меня боялись взрослые а боялись это был всего лишь сон на самом деле страшно мне я разбил тарелку с едой и остался без ужина отец решил что я сделал это специально я ничего не делаю специально у меня трясутся руки не могу больше писать и писать и писать не больше не могу конечно трясутся я здесь не один он тоже бродит бродит по дому не знаю нравится мне это или нет он не разговаривает только улыбается а я смотрю в пол и молчу он хорошо ко мне относится не так как думал по крайней мере теперь я хожу по лесам не один не зря говорит нельзя говорить отцу они тонн рассердится сегодня все как всегда шкаф и темнота но на этот раз он со мной я сказала ему что хорошо себя вел и ни в чем не виноват это все отец и остальные папаша запирать меня потому что стыдится он был только браком только обрадовался если бы я вообще не родился или бы был кем-то другим сначала мне не поверил но потом сказал что я прав еще он сказал похоже чтобы я не волновался и набрался терпения и что все будет хорошо и ответил что все уже хорошо потому что мы больше никогда не останемся одни что-то страшную я уже не маленькие не обязан слушаться отца только потому что он больше и старше я умный и у меня в голове много всяких идей я рассказал ему о них пока мы сидели вдвоем в темноте он сказал что я болен ну что может я болен за того что со мной сделал мир ночью мы пойдем в лес охотиться на опасных зверей он ушел спать я сижу один папаша привел в гостиницу новую до женщину низкой социальной ответственности думает никто не заметит я видел как у вайт хэд плюнул в лицо шахтеру я сжал кулаки и представил как превращаю их в кровавое месиво он ничего не знают о моих планах но осталось всего пара дней скоро я ему расскажу я знаю где папаша держит пороховые бочки ох и веселье начнется когда мы выберемся из этого шкафа я попросил дамочку из гостиницы показать мне да чего хотел показать то и увидел так она рассказала папаши и перепутала меня с теперь мы оба тут нее я должен был убить эту лярву такие как она просто бесполезный мусор ненавижу этот говеный шкаф хочу разломать его на кусочки знаю еще одно похожее местечко да она вообще ничем не отличается темно холодно похоже на она должна гореть если мы хотим чтобы наши страдания закончились я всегда говорил люди лишь сраный блеф на полу люблю в как так что он еще какой-то психопат по ходу дела вот кто-то писал я хожу в дальние путешествия не двигаясь значит он еще свою я выпускал так кто нас ждет внизу крест но здесь вроде мы все взяли пойдемте откроем посмотрим так замерю кто-то стоит давай кто-то никого убежал проказник шалун глупый мальчишка господи но все за мной пришли так что голова 10 ну чтож еще одну главу прошли десятую главу будем проходить в следующем видео подписываемся на канал ставим лайки пока